Всем привет! С вами Бэшик. Приветики получают Мария Куницына и Евгений Геленский. С приветиками как-то тяжко идёт, репостики стали делать всё реже и реже. И лайки. Лайки мы тоже собирать стали совсем как-то не так, как хотелось бы. Просмотры, главное, хорошо идут, а лайки плохо. То есть мы не можем собрать банальное число 2145 лайков. Это же просто, ребятки. Давайте постараемся и соберём эти 2145 лайков. Я даже анимашку не меняю уже в какой-то раз. В честь 75 тысяч подписчиков в моём паблике проводится розыгрыш. Вся информация, собственно, в самом паблике. Ребятки, заходите, принимайте участие. Буду реально рад и призы хорошие. И их много, 10 штук целых, ребятки. Надо принимать участие. А подрываться на минах, ставить капканы, стрелять во врагов, рейдить дома. Я продолжаю на комплексе серверов Ultimate Rust. Вся информация в описании под видео. Поехали смотреть ролик. О, да, вертолёт, ты очень вовремя, потому что я голый и рядом падает дроп. Ну, куда же ты полетел? Злодеи могут быть, не вертолёт. Ну, хелпани ты мне немножечко, вертолётик. В тот самый момент, когда я тебя люблю, понимаешь? Ты хороший. Не тогда, когда ты убиваешь, когда не нужно вообще. Сейчас просто вообще, вертолётик, ты очень нужен. Ну, куда-то полетел. О, фиг. Ну, и всё равно, что у всех дверь такие приоткрытые. Забавный какой-то район. Ух ты, шо моё. Тут я испугался, по-моему, больше, чем он у меня. Что там у него было? Броньку вынуть, да? Патроны где-то ещё илрка. Так, илрка, илрка, илрка. Уходим. Уходим. Тут, знаете, я знал, что здесь кто-то есть. Это, казалось, оон. Немножко сделаем ноги. Какой-нибудь в камне туда, вдаль. Потом попробуем вернуться до дома. А, чё я парюсь, ты можешь ягодку скушать. Ух, илрочка. Илрочка, это хорошо. Правда, не люблю илрочку, если уж быть честным. Она мне не нравится по стрельбе. Калашик-то ощущается более таким тяжёлым, мощным, настоящим. А илрка, она скорострельная, хорошая. Ну, как илрочка, то есть, у меня ощущение, как илрочка. Илрочка, просто ты держишь в руках какую-то пластмассовую пушку. Нашёл забавный дом-коробку. Добавный, потому что тут очередная коробка, и мне хочется её бабахнуть. Я вот бегаю вокруг, бегаю, бегаю, и всё думаю, как мне пытаться пристроиться, или пойти по дверям. Ну, такой, как бы, квадратненький, то есть, ромбовидный. То есть, я пойти по дверям могу свободно, металлическая дверь, по крайней мере, первая. Что дальше будет, я не знаю. И, соответственно, могу прогадать, бахну, например, B4. А дальше будет арморочка. И уже, как бы, могу не вложиться. Сверху пробовать можно пристроиться. Но здесь, как бы, местность такая не очень удобная. Здесь у нас получится ниже уже уровня дома, то есть, ниже уровня фундамента. Можно пробовать с той стороны. Если получится безопасно долететь, можно будет попробовать пойти через крышу. Через крышу. Это тоже хороший вариант, потому что дом-то не особо огромный. Вот где у него шкаф стоит. Так, что-то... Три этажа, да? Правильно? Правильно. Три этажа. Попробую, конечно же, сначала пристроиться. Потому что это наименьший изол. Возможно, это будет менее затратно. Но надо посмотреть еще на крышу, что там как-то. Давайте попробуем. Я вот так вот смотрю, ребята, тут, знаете... Особо не пристроишься. Далеко получается. Поэтому, конечно же, склоняюсь к простому варианту. Просто пойти по дверям. Ну, простое только потому, что не надо пристраиваться. Хотя, вы знаете... О, о, а что тут у нас так интересно? Прям вот здесь такая зона такая интересная, да? А здесь я, наверное, уже не смогу доставить. А-а. Соответственно, нет, не очень удобная зона, скажем так. И красным горит. То есть, билда бьет так-то еще со всех сторон, непонятно. То есть, надо выбирать лучше место. Ладно, я буду пытаться пробовать, а дальше посмотрим, что получится. Пробовал, пробовал пристроиться. Ничего так и не вышло. Как-то пакостно бьет шкаф. Я пытался с одной стороны, пытался с другой стороны. Не заходит. То есть, если бы он был где-то в глубине, допустим, или просто на ровной местности, возможно, что-нибудь получилось. А так, к сожалению, нет. Поэтому было принято решение идти по дверям. Ну, в принципе, я и начинаю делать. Тут ребята недалеко что-то взрывают. Ракетами очень жестко бахали. Потом начали бахать бобовыми Сишками, B4. Но потом это потише стало. Сейчас вот опять начали бахать. Опять тишина начинается. Ой-ой-ой. Тоже классный эффект. И... Да, давайте. Затухайте, все затухайте. Вы всегда должны тухнуть. А, давай-давай-давай. Включая штука. Я их реально боюсь. Подойдешь зажечь, она бахнет сразу, тебя убьет. Ну вот. Ну вот. Здравствуйте. Вот это да. Вот, ребятки, о чем я и говорю. Ну так оно внезапно случается. Так, ну турель я воткнул, конечно, гениально. Я думаю, она меня выручит. Отходим, 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 отходим. Отлично. Так. Отлично. А в лицо турель почему не смотрит? Не? Турели нет? Опа. Танатный ящичек. Эх. Ух, на удивление турели нет. Я так уж спокойно запрыгиваю. Ну что, надо дальше дверку бить. Металлические двери. В принципе, хорошо. Пока хорошо. Даймки, 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 дайм это добро. Есть процесс рейда. Это такое прям предвкушение чего-то вот необычного. Ага, ну вот, например, когда затухает лобовочка, это тоже относится к необычному. То есть ты никогда не знаешь, что тебя там ждет. Я вот порой просто лезу в какой-то дом мелкий. Надеюсь, что... Ну, надеюсь, что там что-то есть. Бывает, там что-то реально находится. Бывает, ничего не находится. Вот тайники мне редко попадают в такие, типа... Ну, как карьерные тайники. Почему-то за последнее время не попадались. Ну, допустим, когда как небольшая будка, а там люди что-нибудь крупное спрятали. Неа. Такого я, честно говоря, не ловил давно. Поэтому рейжу что мне по зубам? Ну что ты, взрывайся уже, ну глянь. Зачем ты так тянешь-то? Так, мне либо показалось, либо я слышал, как дверь открывалась. Возможно, показалось. Возможно, показалось. Да, здравствуйте. Еще одна дверь. Кстати, вот дверь, когда ломается, она такая толстая становится. Хотя, по факту, если посмотреть сбоку, она не такая толстая, когда она... Ну, перед тем, когда она сломалась. Вот, ребята. Видите, она тоненькая дверка. Она реально тоненькая. Ну что же. Бабочкой дорываем. Так, а здесь ловушек нету? Нет, нету. Наверное, тоже буду вот так отсюда кидать. Небезопасно. Когда стоишь в помещение, кидаешь B4. Коварные заразы. Так вот смотрю по сторонам и не наблюдаю ребят. А ведь бахали рядом со мной. Почему бы им не прийти на антирейдик? Я бы пошел. Но я вот к ним не пошел. Может, они ко мне пойдут? Ну, вдруг. Кто-то захочет им сходить. Отлично. Так. Дверь, дверь, дверь. Так, 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 так. Ну, осыпайся. О, дверь. Оу. Пальник-то выписывается. О, бахают на расстоянии. Упс, 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 упс. Хорош. Хорош. Опасный момент был. Он очень опасный. Ага. Где? Где-где-где-где-где-где? Где же ты был убит-то? Турель, ну, вот угадай теперь. Кого ты убила там? Стороны еще надолбануло кого-то. Так, в эту сторону смотрела, да? Не вижу трупов. Где мухи-то летают? Кого-то убила. Где не поймешь? А-а-а-а. Ё-моё. Здравствуйте. Здра... Оу, здравствуйте. Ягодки, спасибо. Ягодки. Реально большое спасибо. Забавная фигня. Ты будешь, чтобы что-нибудь в голову прилетит. Цены лучше. Так. Ой-ой-ой. Там еще люк. О-о-о, да. Вот это у тебя не, конечно, товарищ. Вода. Еще. О, меч есть. Глушитель. Орешки. Орешки. О-о-о. 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 Заберем. Забираем отсюда все. Если вот так можно сделать, оставить им на размен. Так. Ну что же. Понятно, занятно. А, и вот это тоже заберем. Ну, вот что вот это. Вот что вот это. Потому что... Оу. 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 Спит, товарищ, наверху. Даже не знаю. Мне тратить ради него бабахать. Либо вот это был весь лут. Потому что ящики, конечно, не особо богатые. Ребятки жили не очень богато. Но все же. Мяса еще много. Я мясо заберу. У меня холодильник есть. Крутой холодильник. Я там все это загружу. Ладно, ребятки. Сейчас мы сделаем вот так. Все. Почистим. Опа, все. Ай, 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 ай. Меня убьют сейчас. Думирал так, да? На. Питрая морда. Понимаешь, я печку заряжаю посреди чистого поля. Ты что думал? Что бы я еще тут делал? Опасный ты, товарищ. Упасный. Вот так вот. Очень опасный. Я испугался. Я реально испугался. Потому что я хотел на быка переплавить с кепки поднятой. Вот так вот. Гениальное просто место. Надеюсь, что-то спрятали. Под турелью прям. Вообще. Просто в самой турели. Пускай лезут. Так, упал. Какой-то у нас такой, правда. Там еще, наверное, второй есть. Стрелка была сейчас. Да, правильно. Добей его. Добей его. О, мое. Не жаднейшим. Уходим просто. Просто уходим. Я что-то аж удивился. Давайте, давайте все. Все, уходим, 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 уходим. Прицепь колем. Рож. Вот так вот. Я тебя просто ради сюда хомнился, ребята. Я что-то не особо готов тут бегать. С таким количеством добра. Вот этот товарищ с Берданки, кстати, очень странно стрелял. Я просто по киллфиду судил. Он сбривал пачками всех с Берданки, когда против него были калаши. Причем расстояние были нормальные. 25 метров было, 70 метров было. И я думаю, что это что-то не то. Ну, Берданка, мы все знаем, она стреляет мощно, если хорошо попадать. Но эта Берданка, у нее отдача. И калаш это калаш. Просто когда с Берданки на расстоянии 70 метров ты кого-то убиваешь. Ты слышишь со стороны, что это просто жесткий зажим. То есть такое вот накликивание мышки. Немножко сомнения закрадываются. Ну что же, забрал много добра. И я этому действительно очень сильно рад. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok